МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный канал Самара в студии Олег Мургунов. Сегодня у нас в студии глава Самары Дмитрий Азаров, и мы, соответственно, будем обсуждать наиболее острые городские проблемы. Здравствуйте, Дмитрий Игоревич. Добрый вечер. Можно будет задавать вопросы по прямому телефону в студии 926-04-80. Также идет онлайн-трансляция на нашем сайте www.3wtvsamara.ru. Дмитрий Игоревич, ну и первый вопрос. Вот зима у нас вроде бы как календарная закончилась, а климатическая, похоже, не заканчивается. Но тем не менее, какую бы вы оценку поставили городским коммунальным службам вот по итогам этой зимы? Как отработали? Ну, вы знаете, что оценки, наверное, ставить рано. Вы сами это сказали о том, что зима еще не закончилась. И несмотря на то, что уже конец марта, зима не сдает своих позиций. И, наверное, к сожалению. К сожалению, еще и потому, что традиционно с весной мы связываем очистку города, проведение месячника по благоустройству. Надеюсь, мы об этом сегодня поговорим. Но вот такая второй год подряд, кстати, поздняя весна, конечно же, отодвигает эти сроки. Сроки, я так понимаю, что и у меня, и у жителей города есть большое желание привести город в порядок и, конечно же, порадоваться весеннему солнышку. Так что оценки мы выстоим чуть позже. Но предварительно можно сказать, что совершенно понятно по отраслям, кто подошел ответственно, кто нет. Можно говорить о том, что подготовка к зиме, связанная с отопительным сезоном, прошла успешно. И это уже не оценка такая формальная. Это оценка, собственно говоря, прошедшей зимы. Не было каких-то больших аварий, если они случались. Конечно же, у таких крупных сетевых компаний, как ТГК, как ПТС, они бывают. Но устранялись они в нормативные сроки. Подготовка к зиме прошла на должном уровне. Ну а то, что касается муниципальных котельных, это зона особой нашего внимания, тоже все прошло без сбоев. Надеюсь, так же мы сезоны завершим. То, что касается работы дорожных служб. Могу сказать, что здесь тоже нет особых нареканий. И эта оценка, опять же, не моя, это оценка жителей города. Я очень много общаюсь с людьми. И люди отмечают, что второй год подряд, и в этом году еще лучше поставлена эта работа, дороги очищались, несмотря на рекордные снегопады. У нас, например, по марту уже выпало 256% месячной нормы мартовской. Тем не менее, дороги всегда за ночь приводились в порядок. И утром люди спокойно добирались до работы, отвозили детей в школы и детские сады. Здесь, я думаю, тоже смело можно на четверку поставить, как минимум. Конечно, есть наибольшее количество проблем связано с деятельностью управляющих компаний. К сожалению, я реально, действительно переживаю и говорю, что к сожалению, жилищная сфера всегда была непростой. И в советские времена, и в новейшей истории России. И это тяжелый труд. И труд, который мы с вами, как жители города, оцениваем буквально каждый день. Мы видим, если потекла крыша, если не работают батареи, если дворник не убрался во дворе. Здесь нам еще много и много работать. Да, прошла реформа в жилищной и коммунальной сфере, работают частные компании. Но пока должного уровня ответственности, отношение к жителю, как к клиенту, не как к абоненту какому-то, советский совковый подход, никуда не денете. А именно как к клиенту, который платит деньги за работу управляющей компании. Вот этого перелома еще не произошло. Но подвижки есть и здесь. И многие управляющие компании уже выходят на достаточно высокий уровень представления услуг. Но, к сожалению, это пока единичный случай. И, соответственно, будем концентрировать свою работу по управляющим компаниям. Но надо отдать и нам вместе понимать, что и вот такие непростые погодные условия, в том числе снегопады, допустим, у нас рекордные в этом году предпринятые усилия по очистке крыш. Реально. Ну, то есть мы буквально управляющие компании каждый день гоняли на очистку крыш. И работа проведена огромная, но и снегопады были очень большие. И мы должны понимать, что той платы граждан уже где-то и не хватает по определенным, например, управляющим компаниям. Значит, мы как муниципалитет должны думать о мерах поддержки. И, конечно же, здесь ситуация очень непростая. Тем не менее, мы, с одной стороны, не будем снижать своего пристального внимания к деятельности управляющих компаний. Но успеха мы можем достигнуть только при поддержке горожан. Ну, по крышам поговорим отдельно. Давайте сейчас посмотрим выпуск новостей, который представит Вероника Тивикова. Вероника, пожалуйста, вам слово. Да, Олег. И добрый вечер всем зрителям информационного канала «Самара». Впереди обзор главных событий уходящего дня. Итак, вы смотрите «Вести Самара» в студии Вероника Тивикова. Прокуратура продолжает борьбу за возвращение Самаре стадиона «Буревестник». На этот раз сотрудники надзорного ведомства Ленинского района требуют снести дельфинарии и 30 торговых павильонов, сообщает коммерсант. Не так давно они были установлены на территории некогда спортивного объекта. Теперь прокуратура основывается на заключении специалистов мэрии, которые, обследовав постройки, пришли к выводу, что они относятся к объектам капитального строительства. Между тем, никаких необходимых разрешений у собственника участка на их возведение нет. Таким образом, снести киоски и дельфинарии требуют как самовольные постройки. Очередное заседание суда назначено на 13 апреля. В настоящее время гражданское дело находится в производстве суда. И очередное слушание по делу назначено на 13 апреля 2012 года в связи с привлечением также к участию в деле соответчика ООНИКС. К другим темам. Сотрудники российской полиции сегодня вступили в открытую дискуссию с представителями общественных организаций. Главный вопрос. Почему в последнее время происходит так много ЧП, участниками которых становятся сами стражи порядка? Тему продолжит Виктор Шепелев. Что побудило полицейских встать на преступный путь и может ли подобное произойти где-то еще? Трагическую историю в Казанском отделении полиции сейчас обсуждают во всех подразделениях МВД России. Сегодня ведомство пригласило к открытой дискуссии все общественные советы, работающие в регионах. К сожалению, ни одной, в том числе самой кардинальной реформой, невозможно моментально обновить весь личный состав органов внутренних дел, быстро избавившись от лиц непригодных службе или тех, кто намерен использовать властные полномочия в корыстных целях. Нужно немало времени, чтобы вырастить новое поколение полицейских. Это должно произойти постепенно, а не путем слома всей системы. Каждое ЧП с участием полицейских подрывает доверие к власти в целом, отметил патриарх Кирилл. Поэтому необходимы срочные меры со стороны всех общественных структур, чтобы изменить ситуацию. Что касается самарской полиции, то здесь создается мощная психологическая служба для ранней профилактики нарушений со стороны стражей порядка. Я уже сказал про психологов, которые конкретно работают с такими людьми на выявление этих людей, чтобы они не могли не только нарушать закон, но и соблюдать соответствующие принципы отношения к людям. Если ты работаешь с людьми, то ты должен видеть гражданина в первую очередь, а не преступника. Представители Самарского общественного совета поддержали идею проведения повторной тестации сотрудников полиции, а также создания так называемой «открытой офисной системы» во всех подразделениях, когда глухие стены кабинетов заменят на стекла. Виктор Шепелев, Алексей Сергеев, Вести, Самара. Самарским медикам постепенно удается победить онкозаболевания благодаря новым технологиям и научным разработкам самих врачей. Несмотря на это, работы предстоит еще много. Материал Ольги Федоровой. Ирина Круглова внимательно следит за монитором. Она проводит эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта на новом оборудовании, которое позволяет разглядеть даже крохотную опухоль. Изображение очень четкое. С переключением одной кнопки мы получаем очень четкую визуализацию. И все минимальные изменения или какие-то нарушения, если они имеются, очень хорошо на этом фоне заметны. Если вовремя обнаружить эти изменения, то и саму операцию можно провести эндоскопическим способом. А это означает, что угроза инвалидности, которая возникает при полосной операции, практически исключена. Уникальная технология, которая применяется далеко не во всех учреждениях. И это дает возможность выходить на органы, сберегающие лечение. То есть эти больные, у которых выявляется ранний рак, избегают этих резекций, гастроктомий. И отсюда качество жизни значительно повышается. Оборудование им эндоскопического отделения, где проводят исследования желудочно-кишечного тракта и органов дыхания, занимались несколько лет. И теперь оно полностью укомплектовано. После того, как была закуплена последняя партия оборудования, в отделении появилась возможность запустить одновременно семь кабинетов, где проводят исследования и эндоскопические операции 70 пациентам в день. Оборудование в целом диагностической службы – основные достижения прошлого года, отмечали онкологи области. Впервые, может быть, наметилась тенденция к тому, что количество онкологических заболеваний, смертность от них в ближайшие годы после выявления этого заболевания стала снижаться. Впрочем, работа предстоит большая. Ведь если сам онкоцентр признан лучшим в стране, то вот городские, особенно районы отделения онкологической службы нуждаются и в оборудовании, и в технологиях. И в заключение, военно-воздушные силы России отмечают в этом году свой вековой юбилей. Штат воздухоплавательной части Главного управления Генштаба появился в 1912 году по указу императора Николая II. В честь дня рождения летающей армии торжества пройдут по всей стране, и Самара не станет исключением. Тем более, что именно в нашем городе поставили на крыло Ил-2 и Ту-95. В преддверии юбилея ВВС Самарский архив рассекретил ряд редких документов. Бумаги внимательно изучила Екатерина Индикова. Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно. За трижды романтическими образами киногероев тонны документов, километры архивной пленки. Самарский филиал Госархива впервые представляет широкой публике некогда закрытую часть вековой истории ВВС. Выставка – лишь разгон по взлетной полосе. На борту – гости со всей России. Здесь всего лишь маленький срез, именно военно-воздушные силы. Вы знаете, первые герои как раз были те люди, которые спасли челюскинцев. И было утверждено звание Героя Советского Союза в 1934 год. Вот, кстати, подлинная схема знаменитой операции. Есть в архиве и находки для искателей правды, акты и описания авиакатастроф. В каждом третьем документе говорится о самопожертвовании пилота. Поклонникам техники подробны схемы боевых советских машин. Ну а для ценителей общения по залам прогуливаются свидетели и участники истории ВВС. Александр Косякин в Куйбышеве первым садился за штурвалы Ту-154 и Ту-126. Для парней. Если он настоящий, как говорят, мужик, мужчина, то эта профессия, да, не потеряла, конечно, интереса и смысла. Ну, тогда, когда вот мое поколение росло, конечно, это было сверхмечты с отлетчиком. Совсем как на архивной фотографии, статным героем в летной кожанке и шлеме. А вот этот экспонат по понятным причинам частью выставки не стал. Но сей факт не умаляет достоинств нашего знаменитого Ил-2, как составляющий вековой истории взлетов, падений, подвигов летчиков-испытателей, посвятивших свою жизнь пронзительно синему, голубому, ну или серому небу. Екатерина Индикова, Андрей Барбашов, Вести Самара. И на этом у меня пока все. О новостях продолжим говорить с полу-восьмого вечера. А сейчас слово Олегу Моргунову. Олег. Да, спасибо, Вероника. Напомню, у нас в студии глава городского округа Самара Дмитрий Азаров. Работает прямой телефон 926-0480. Можно принимать участие в разговоре и задавать вопросы. Итак, Дмитрий Игоревич, продолжаем. Вот тему крыш мы затронули, в принципе. Но все-таки хочется чуть поподробнее, хотя бы по той причине, что в этом году достаточно жесткая система наказаний была для управляющих компаний, которые не справлялись с этой работой. Пришлось ли использовать вот эти рычаги? Конечно. Использовалось и неоднократно. И могу сказать, что здесь совместно и с жилищной инспекцией мы работали. И штрафы выносились, причем они как на юридические лица, управляющие компанией, ДСЖ, так и на руководителей. Что очень важно. Чтобы человек чувствовал персональную ответственность за свою недоработку. Могу сказать, что начиная с ноября месяца, с первых осадков, уже очистка кровель была организована. Но, понятно, исходя из интенсивности падения осадков, она, соответственно, тоже активизировалась, либо приостанавливалась. Понимая, что наиболее сложные погодные условия с точки зрения схода наледи начинаются в феврале, я могу сказать, что мы уже в феврале месяце, в середине месяца, я утвердил отдельный план мероприятий. То есть, помимо того, что системная работа ежедневно велась, с середины февраля был утвержден отдельный план работы. И контроль за ситуацией осуществлялся ежедневно уже не только специализированным департаментом, но и главами районов. Причем, как контроль, визуальный осмотр не только за жилым фондом, на квартирными домами, потому что здесь ответственность управляющие компании, ДСЖ, все-таки чувствуют. Ну и за частными домовладениями, а это достаточно сложно, да, потому что какую-то ответственность здесь привлечь тяжело. Человек сам отвечает за свою безопасность. Да. Частные компании и здания, которые принадлежат частным компаниям, ну а также ведомственные здания. Вы знаете, что у нас случилась трагедия, к сожалению, на одном из ведомственных зданий. Поэтому контроль был очень жесткий, и могу сказать, что усилия очень серьезные были потрачены. Да, мы, конечно же, сподвигали, и в том числе работали по горячей линии с жителями, активизировали работу управляющей компании, оказывали помощь и поддержку. Но надо отдать должное, что и управляющие компании свою ответственность, конечно, чувствовали. И в некоторые дни, то есть совершенно рекордные были показатели по очистке крыш. Но еще раз подчеркну, что мы должны вместе с жителями понимать, что это все из платы граждан. И когда вот такие работы проводятся наиболее интенсивно, то есть сказывается это сразу на деятельности управляющей компании. Мы будем вместе с депутатами городского округа искать меры поддержки, понимая, что проблема существует. Самарский район, 70% даже свыше, это ветхое жилье. Скатные крыши. Скатные крыши. И понятно, что управляющая компания, которая там работает, за счет платы граждан не в состоянии обеспечить качество. Значит, нужны меры поддержки. Исходя из категории жилья, он делится по категориям, первая, вторая, шестая, седьмая, значит, будут оказываться меры поддержки. И по итогам сезона мы предложения управляющей компании рассмотрим, но очень внимательно посчитаем, конечно же, насколько это обосновано. Потому что зачастую, ну вот, например, с чем мы столкнулись, очищался только периметр крыши от наледи, закрывались работы как зачистку полной крыши. Мы эти моменты выявили, специалисты департамента поставили на место. Да, да, да. Это мы контролируем. Да, конечно же, в первую очередь, жители платят деньги. И я могу сказать, что их ответственность здесь растет. Да, люди понимают, что они собственники жилья, что они платят деньги и вправе спросить с управляющей компанией. Но без поддержки муниципалитета, отраслевого департамента, районных администраций, конечно, пока не обойтись. Поэтому мы проводили такие проверки, в том числе корректировали потом сметы, делали пересчеты и ставили такие компании на место. Комплексная системная работа, но, конечно же, извините, икнутый пряник. Да, мы кому-то будем помогать, а кого-то жестко наказывать. Еще раз, конечно, хочу обратиться к жителям, быть аккуратнее, осторожнее на улице города. Погодные условия очень непростые. И хочу призвать все-таки частных домовладельцев, владельцев офисных зданий, ведомственных зданий, пожалуйста, обеспечьте безопасность. По жилому фонду работа ведется и ведется все-таки настойчиво. Давайте теперь о другой теме поговорим, которая тоже очень наглядно бросается в глаза, особенно по весне, как всегда, происходит то, что называется порвали все дороги. Порвали дороги, это понятно. Почему этот перепад замерзло, растаяло, замерзло, растаяло, все, рассыпалось? Ну, не только из-за этого. Ну, в том числе. У нас недоремонт-то, как так называемый, на сленге отраслевом, если говорить, то есть недостаточное количество средств на поддержание дорог в нормальном состоянии, накопившейся в городе, просто колоссальный. Ну, сегодня мы на оперативном совещании общегородском рассматривали этот вопрос. Естественно, отдельно мне докладывал руководитель департамента благоустройства Евгений Андреевич Реймер о ситуации, о том, где наиболее сложные участки выявлены, какие виды работ производятся. Мы это очень подробно рассмотрели. Но, вот смотрите, как ситуация выглядит. Начиная с 2000 года, выделяемые средства на содержание дорог, а это только капитальный текущий ремонт, это даже не реконструкция и строительство новых дорог, это только на содержание, фактически. Начиная с 2000 года, он не соответствовал нормативам. Вот у нас десятилетия недоремонт только текущего содержания дорог. А понятно, что за это время город рос, появлялась новая застройка, а значит, должны были появляться и новые дороги, и реконструкции подлежать существующим. Существующие расходы на эти новые дороги на поддержание. Конечно. Так вот, если это посчитать, это порядка 100 миллиардов рублей. По прикидкам, если сделать современные развязки, сделать реконструкцию и так далее, и так далее. Тем не менее, вы знаете, что большие усилия в прошлом году мы предприняли по ремонту дорог и реконструкции. Нормативов достигли в том году? Мы их в том году превысили, превысим и в этом году. Но этого недостаточно. С учетом недоремонта, нужны колоссальные средства. И я могу сказать, что мы работаем над проектно-сметной документацией. И она будет подготовлена, и, соответственно, мы закладываем будущее. Мы очень надеемся на масштабную помощь и регионального правительства, и федерального правительства. Потому что, если из городского бюджета мы средств выделили столько же, даже чуть больше, чем в прошлом году на ремонт дорог, пока с высшестоящих бюджетов помощь пришла в меньшей мере. Но из федерального бюджета практически пока ничего. Она недолго доходит. Да. Но я очень рассчитываю, что все-таки определенные средства мы получим, в том числе и из федерального бюджета. Из регионального бюджета деньги уже выделены. И, надеюсь, будет увеличено еще их количество. Могу сказать, что мы разрабатываем и среднесрочную программу модернизации уличной дорожной сети. Проект такой программы уже подготовлен Департаментом строительства и архитектуры. Сейчас проходит согласование, и мы будем ее принимать. Чтобы мы четко вместе с жителями понимали, в какие годы, какие дороги будут капитально отремонтированы. Дмитрий Игоревич, вопрос, который не могу не задать. А нет технологий, которые бы вообще позволяли избежать того, что каждый год та же самая дорога, ее заново приходится. Ямочный ремонт, ремонт картами и так далее. Конечно, есть. Самое главное – это капитальный ремонт. Вот те дороги, которые капитально отремонтированы в прошлом году, более того, даже те, которые картами, так называемые, свыше 50 метров погонных мы делали ремонт, они в нормальном состоянии, эти участки. А капитальные ремонты прошли, там почти нет замечаний. Но вот завтра с утра мы договорились, я дал указание руководителю департамента благоустройства, я выезжаю лично проверить эти дороги. Потому что у меня есть жалобы, в том числе по улице Полевой, по Масленникову. Это, я говорю, те дороги, где был капитальный ремонт. И я завтра сам проедусь и по всем дорогам, которые были капитально отремонтированы. Здесь у нас какая защита? Мы впервые в прошлом году заключили контракт муниципальный с пятилетней гарантией. И завтра сопровождать в этом, в этой поездке меня будут в том числе представители компании подрядчиков. Пятилетней гарантией, никто с них ответственность не снимет. Если кто-то рассчитывал, что мы забудем через год об этом, этого не будет. Это было в предшествующие периоды, когда ни гарантийного срока не было, и никто не спрашивал. Мы спросим и заставим за их счет все переделать. Это мы сделаем обязательно. Вот главное. Капитальный ремонт или реконструкция и качество выполняемых работ. Ямочный ремонт. Это вынужденная мера. Вот представьте, если сейчас ничего не делалось с ямочным ремонтом, с учетом недоремонта накопленного, по городу невозможно будет проехать. Поэтому ямочный ремонт нужен, температурный режим позволяет. Я знаю, что часто люди говорят о том, что в этих погодных условиях это деньги на ветер. Это не так. Асфальт в воду. Во-первых, это не такие большие деньги. Во-вторых, проводится от любого ямки на подготовка предварительная. И литой асфальт кладется, конечно, не в воду, но и температура его позволяет тому, что вот это сырость все-таки перекрывать и выпаривать. Я приглашаю себе желающие, пожалуйста, участвовать в процедуре, посмотреть, как это делается, чтобы снять все вопросы. Но без ямочного ремонта, к сожалению, нам сейчас не обойтись. Слишком большой промежуток времени достаточного внимания самарским дорогам не уделялось. Сейчас нам нужно каждый год наращивать усилия и исправлять ситуацию. Поэтому, вы знаете, три приоритета. Когда я определил на 2011 год, дороги были номер один. И на этот год дороги номер один. Боюсь, что нам еще и не два, и не три года придется эту ситуацию исправлять, наращивая усилия, но уверен, что мы добьемся результата здесь. Результаты, собственно, уже есть. Дмитрий Ильич, у нас есть звонок, есть дозвонившийся. Добрый вечер, мы вас слушаем. Представляйтесь, пожалуйста. Давайте. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин Назаров, у меня такой вопрос. Я живу в Кубышевском районе, Пугачевский тракт, 27-й дом. Вот. У меня вопрос такой. Вы сейчас по поводу крыши недавно говорили. Водосточная труба в третьем подъезде 27-го дома, где конкретно я проживаю, забита землей, из нее растут кустики. То есть, вода, которая сейчас течет в крышу, она течет по подоконникам, кондиционерам, всем прочим, по окнам. Загрязняет. Обращался, помощи пока никакой. А куда вы обращались и как вас зовут? Меня зовут Александр Иванович Гурков. Я обращался к начальнику ЖЭО номер 5 Мороженкову в прошлом году, 19 августа 2011 года. Хорошо. Александр Иванович, я понятно, что записал адрес и меры будут приняты. Просто вот я рад, что вы уже обращались, потому что часто люди звонят в эфир, ну и сразу главе города задают вопросы, и, конечно, мы справимся. Самое главное, чтобы жители почувствовали, что они собственники жилья, они платят деньги управляющим компанией, а, значит, вправе за них спросить за качество услуг. Если эта управляющая компания не отозвалась, значит, мы будем помогать однозначно. Я об этом не раз говорил и ваш адрес записал. Разберемся, поручение будет дано уже сегодня. Дмитрий Ильич, давайте продолжим по дорогам. Хорошо, ямочный ремонт мы вот сделаем. А что по планам на этот год? Какие дороги будут, ну, не знаю, реконструированы или капитально отремонтированы хотя бы? Планы очень достаточно серьезные в этом году, и мы уже определили, естественно, список дорог, которые будут капитально отремонтированы. Мы его передавали, может быть, есть возможность его представить. У меня он есть с собой. Это будет работа продолжена и по Аэропортовскому шоссе, и по Алматинской у нас от Старозагора до Московского шоссе. Мы сделаем Алматинку, она вообще никогда капитально не ремонтировалась. У нас и по улице Нововокзальная, участок, который не сделан в прошлом году, мы его в этом году капитально отремонтировали. Это от Московского, видимо, да, до Московского. Нет, этот участок сделан, а вот в другую сторону как раз там есть проблемы и достаточно серьезные. Это по Авроре аэродромной у нас, включая кольцо, мы тоже капитальным ремонтом. По улице Чайкистов будет сделана работа, тоже капитальный ремонт. Мост по улице главный, да. Мост в аварийном состоянии многие годы. Ну, очень отдельная тема, кстати, да. Ну, давайте тогда чуть позже о нем. Я могу сказать, что список достаточно большой, и он по каждому району города существует. Кроме этого, мы будем осуществлять ремонт так называемыми картами. То есть это когда не целиком улица ремонтируется, определяет самые проблемные участки от 50 погонных метров, ну, это средние, да, но они могут быть и 100, и 200 погонных метров. И вот таким способом, картами, так называемым, хотя это достаточно надежно и устойчиво, и опыт прошлого года это показал, мы будем делать еще там большое количество, вот у меня на два листа, здесь перечень дорог, надеюсь, он на экране сейчас представлен. Можно как раз увидеть, есть ли там ваши улицы. А сроки какие? Сроки, конечно, уже у нас нормативные. То есть в течение сезона летнего, ну, конечно, осень мы тоже прихватим, никуда не деться. Надеюсь, с погодой нам повезет. Вы помните, какой был прошлый год, природа как будто отдавала долги за предшествующие годы, которых была засуха, и количество осадков было колоссальное. Конечно, в этих условиях капитальный ремонт дорог делать было очень сложно. Мы справились, тем не менее, нашли, как это сделать, нашли технологии соответствующие. Очень бы хотелось, что в этом году погода была более благосклонна, и мы в более короткие сроки смогли бы уложиться с ремонтом дорог. Вот я не посмотрел, у вас в списке есть заводское шоссе, потому что, как известно, к вам пришло такое открытое письмо от молочного комбината Самара-Лакта по поводу заводского шоссе, и они просят там город взять на себя, отремонтировать это место. Как вы на это отреагировали? Само письмо, подписанное руководителем и руководством предприятий, выглядит достаточно странно, потому что я общаюсь не только со всеми руководителями предприятий в городе, я доступен, но я с рядовыми горожанами общаюсь каждый день, не только в прямом эфире, но просто буквально на улицах, на встречах, извините меня, по интернету. Любой человек может задать вопрос. Тем более уж с руководителями предприятий, но я на просто телефонной связи постоянно. И знаете, когда такие письма пишут, мне кажется, это больше такая пиар-акция, ну, наверное, она зачем-то нужна, может быть, это повысит продажи самарского предприятия, ну, тогда я рад, это сработает в плюс. Если же это не так, то позиция руководителя мне тут как-то удивительна, да, я говорю, потому что пиар-акции в текущей работе, ну, на мой взгляд, не нужны. Могу сказать, что прошлой ночью уже по заводскому шоссе были приняты меры по ямочному ремонту, эти работы были выполнены, и в эту ночь работы будут продолжены. Жители уже и автомобилисты привыкли, что основной объем дорожных работ мы делаем ночью. Так же будет и в данной ситуации. Есть проблемы по пересечению заводского шоссе с железнодорожными путями, частных компаний и российскими железных дорог. Ну, то, что касается вот в части российской железной дороги, там все переходы сделаны и в нормальном состоянии, а вот примыкающее дорожное полотно к некоторым другим железнодорожным пересечениям частных компаний не в надлежащем состоянии. Мы уже всем выдали предписание, руководство понимает свою ответственность этих предприятий, обещали в кратчайшие сроки привести в порядок. Вообще же заводское шоссе, я сегодня упоминал, что разработан проект среднесрочной программы модернизации уличной дорожной сети, и заводское шоссе, конечно, мы там указываем. Одна из главных артерий, и мы там предлагаем не просто капремонт, а реконструкцию. Там огромная проблема по отсутствию ливневки на большой протяженности. Дорога сейчас загружена очень серьезно, и, конечно же, нам нужна реконструкция заводского шоссе, так что в программе она уже предусмотрена, в проекте программы, которую в этом году, я уверен, мы утвердим. Дмитрий Игоревич, спасибо. Сейчас у нас очередной блок новостей, после чего мы продолжим разговор, так что я передаю пока слово Веронике Тивиковой. Да, Олег, и я вновь приветствую всех зрителей информационного канала Самара, впереди обзор наиболее заметных событий этой среды, 28 марта. Итак, вы смотрите Вести Самара в студии Вероника Тивикова. В Самаре обнаружено очередное подпольное казино. Зал игровых автоматов располагался на улице Аэродромный, работал без вывески. Вход осуществлялся по предварительному заказу или по условленному стуку. Но, несмотря на осторожность владельцев клуба, полицейские проникли в него под видом клиентов. В помещении находилось 37 автоматов. Сейчас следствие устанавливает организаторов запрещенного бизнеса. Отмечу, что в декабре 2011 года полицейские уже закрывали этот нелегальный клуб. Данные игровые автоматы были все включены. В помещении находилось около четырех человек, которые играли в данные аппараты. Женщина администратора, которая их обвелечивала. Сейчас все следственный комитет опишет. Мы все опечатаем, потом вывезем на склады и будем ждать дальнейшее решение следственного комитета. К другим темам. Сила МЧС готовится к предстоящему паводку. По пронизам специалистов весной 2012 года он будет сильным. Под угрозой затопления могут оказаться 76 населенных пунктов. И сегодня, дабы избежать большой воды, а вместе с ней и проблем, в Красноармейском районе на реке Кенель взрывали лед. Тему продолжит Светлана Тимофеева. Это первый взрыв, прозвучавший на водоемах Самарской области в преддверии паводка 2012 года. Таким образом, спасательные службы пытаются ослабить лед, чтобы избежать больших заторов. Река Кенель вот-вот должна освободиться от димних покровов. Если не провести взрывные работы, вода затопит ближайшие села. То, что не обойдет это 100%, мы думаем, вот будет уровень прошлого года, или он превзойдет уровень подъема от прошлого года. Ну, то есть, беда мы ждем. Ждем, и люди ждут. Поэтому готовимся не бутафорий ради, не штабных учений для... То, что паводок в губернии будет сильным, экстренные службы Самарской области не сомневаются. Прогнозы приходят тревожные. Отрицательные температуры, которые сохраняются до сих пор, в ближайшие дни резко поменяют свой знак на плюс, и снег начнет стремительно таять. По данным МЧС, большая вода придет в 18 районов губерний. Под угрозой затопления окажутся 76 населенных пунктов. То, что населенные пункты будут подтапливаться, это как бы уже не подлежит сомнению. Другое дело, наша задача, и задача органов местного самоуправления, задача жителей, свести к минимуму те потери, которые могут быть. Сегодня комиссии по чрезвычайным ситуациям работают во всех районах области. Сотрудники МЧС проверяют пожарные части, детские сады и хозпостройки. Именно в этих помещениях на случай эвакуации будут размещены люди и домашние животные. Лед тронется на водоемах области уже 3 апреля. Взрывы на малых реках к губернию этой весной прозвучат еще не раз. Толщина льда на некоторых водоемах достигает метра. И уже 4 района области подали заявки на проведение взрывных работ в местах возможного возникновения заторов. Станин Тимофеева, Александр Рябченко, Вести Самара, Красноармейский район. На календаре 28 марта, но зима все не отступает. Между тем, коммунальные службы города начали подводить итоги сезона. Серьезных аварий, по словам специалистов департамента ЖКХ, в Самаре не было. Но было зафиксировано полторы тысячи так называемых инцидентов, которые на время осложнили жизнь и горожанам, и коммунальщикам. Что вполне объяснимо. Износ тепловых и водоотводных сетей в мегаполисе сегодня составляет 70%. В центре внимания сегодня дом на улице Центральной. По какой-то прихоти судьбы эта улица была названа именно так. Но сейчас дом номер 12 по улице Центральной разрушается. Он был признан аварийным еще в декабре прошлого года. И сегодня 128 семей ждут переселения в микрорайон Озерный. Бывшее общежитие в совхозе Кряж заселено довольно густо. Левая стена дома выглядит угрожающе. Здесь находятся душевые и туалеты, которыми люди уже боятся пользоваться. Но к переезду готовы не все. Ходим, смотрим. Кто согласен, а некоторые отказываются. Кто кухню без окон что ли дают, то маленькие комнаты. Семьи-то здесь большие, многодетные. Разрушается, слава богу, начали переселять. Единственная проблема сейчас осталась. То, что кто собственники, собственники вообще вопрос не решают. Подобных домов, по данным департамента ЖКХ, в Самаре около 300. Ветких более трех тысяч. Но не все жильцы этой весной смогут отпраздновать новоселье. Проблему будут решать не один десяток лет. Да все районы, абсолютно все. Основная масса, Самарский, Ленинский, я уже сказал. В Кировском, в Краснояк-Ленинском, в Круговском районе. И все же. Немножко, может, там попроще в Октябрьском. В целом, эта зима оказалась спокойной, говорят специалисты коммунальных служб. Полторы тысячи различных мелких инцидентов, серьезных аварий не отмечают. Однако сезон еще не окончен. Финальную точку должна поставить погода. Пока не установится плюсовая температура, отопление будет поступать в дома. Тем временем, долг самарцев перед коммунальщиками уже составляет около трех миллиардов рублей. Из них два с половиной миллиарда – счета за оплату тепла. Александра Лукьянова, Андрей Барбашов, Вести, Самара. Несмотря на метель за окном, весна все-таки наступит, а потом придет и лето. Впрочем, к нему, а точнее к летнему отдыху, можно подготовиться уже сейчас. В ближайшее время в регионе заработает виртуальная очередь в детские лагеря. Что это такое, расскажет Ева Акимова. Поздняя весна добавит новых хлопот в этом году директорам детских лагерей. Проводить санитарную обработку территории придется в сжатые сроки. Бонусом за погодную неприятность должна стать четырехлетняя областная программа по развитию системы детского отдыха, вступившая в силу в этом году с общим финансированием 2,5 миллиарда рублей. В муниципальную сеть лагерей уже направлено 25 миллионов. К каждому лагерю нам лично 300 тысяч идет на директизацию, на обработку полностью территории, всех жилых помещений, от крыс, комаров, мух. То есть полностью директизация, дезинфекция идет. То есть это очень большое подспорье к нам. Эти расходы раньше закладывались в стоимость путевки, теперь финансируются и с бюджетом. Впрочем, путевки от этого вряд ли подешевеют. Увеличились затраты по другим статьям, к примеру, питание. Стоимость путевки в летний лагерь составит примерно 10 тысяч рублей. Санаторного типа около 15 тысяч. Говорить о том, что вот сейчас в одночасье в этом году будет все сверкать и блестеть. Еще раз говорю, реализация программы началась вот с этого 2012 года. Год для нас будет достаточно тяжелый в части и вот внедрение дополнительных, реализация дополнительных средств. Муниципальные образования должны будут вложиться еще собственными средствами. В этом году за бюджетный счет будет приобретено 45 тысяч путевок. Бесплатно отдохнут дети по медицинским показаниям и ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Для остальных софинансирование. 10% от стоимости оплачивают родители, остальное внесет казна. Бронирование начнется с середины апреля. Забронировать детскую путевку можно в том числе и с помощью вот такого интернет-киоска. Они находятся во многих медицинских и социальных учреждениях. Система сама подскажет родителям, что и как правильно заполнять, а главное, заметно сэкономит время. Впрочем, отдохнуть за бюджетный счет всем желающим вряд ли удастся. В систему электронного бронирования поступит 15 тысяч путевок. Всего же в июне откроется 45 летних лагерей, плюс дневные почти при каждой школе. Ева Акимова, Александр Серов, Вести, Самара. На этой неделе отмечается Международный день резервного копирования World Backup Day. Праздник признан привлечь внимание общества к вопросам обеспечения сохранности информации. Как не потерять важные данные, выяснили корреспонденты Вестей. Сегодня выбор правильного смартфона почти сравним с выбором спутника жизни. Общаться вам придется часто, вне зависимости от профессии и социального статуса. Всегда быть мобильным, как и телефон. И всегда оставаться на связи, быть доступным и иметь все современные функции в телефоне хотелось бы. С покупкой хорошего смартфона многие устройства отправятся на полку. Все совместится в одном разумном гаджете. Мобильные телефоны постепенно вытесняют такие устройства, как MP3, плеер, диктофоны, так как сочетают все функции сразу в тех или иных устройствах. Помимо этого, они также могут и просмотр любимых фотографий, передачу необходимых данных, работать с электронной почтой. На смену громоздким персональным компьютерам и тяжелым ноутбукам приходят планшетники. Устройства управляются новейшими процессорами и не уступают предшественникам в мощи. Только за 2011 год более 25 миллионов человек стали обладателями iPad'ов. Ну и мы, то есть наша компания, например, за прошлый год продали 1 миллион компьютеров и 100 тысяч планшетов. Из них 40% пришлось на iPad'ы. В любом случае гаджеты нужно защищать от потери информации. И для смартфонов, и для планшетных компьютеров разработаны все необходимые программы защиты данных. Главное – не забывать делать резервное копирование. Екатерина Индикова, Александр Лукьянов, Константин Тахтаров, Вести Самара. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до завтра. Ну а информационный канал «Самара» продолжает свою работу. Слово Олегу Моргунову. Спасибо, Вероника. Я напомню, что у нас в студии глава «Самары» Дмитрий Азаров. И мы продолжаем обсуждать наиболее важные муниципальные темы. Телефон 926-0480 по-прежнему работает. Можно задавать вопросы. Также онлайн-трансляцию можно смотреть на нашем сайте www.samara.ru. И у нас есть человек, который дозвонился. Пожалуйста, представляйтесь, пожалуйста, и задавайте свои вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте. Артилерийская 34. Иванова Ольга Николаевна. Я поняла, вы поняли, да? Конечно. О чем вопрос идет? Ну что, кто будет отвечать за то, что этот товарищ Баранов прекратит разрушать наш дом? Дело в том, что просто-напросто работы ведутся каждый день. И сейчас ведутся. И сейчас ведутся. В том-то и дело, что ведутся. Работают перфораторы. Вот сегодня меня моя пенсионерка встретила и говорит, ну, Оля, куда нам деваться? Вот. Сегодня в два часа долбили. Вчера долбили. Выходные тоже. Ну, Ольга, за информацию вам спасибо, потому что, поверьте, этот вопрос уже на моем контроле. И буквально сегодня с главой района я выяснял, меня заверил, заверила глава района, что участковый контролирует ситуацию и что никаких работ не ведется. Вы знаете, что совместно с прокуратурой мы обратились в суд, чтобы остановить этот беспредел. Я два слова сейчас объясню, в чем ситуация. По артиллерийской 34 появился собственник первого этажа, который решил выкопать себе еще и подвал. А конструктивно дом не предусматривает подвала и, соответственно, вот человек, трудно сказать, вот он в себе или нет, это, наверное, врачи должны определить, ставит под угрозу весь дом, выкапывая, да, вот фактически фундамент. Понятно, что, когда это стало известно мне, мы, уже дал я конкретные поручения, вместе с прокуратурой обратились в суд, суд уже наложил на него обеспечительные меры прекратить все работы. И человек фактически сегодня является нарушителем, который уже, по-моему, может быть привлечен не только к административной ответственности. Сегодня же меня заверили, что работы не ведутся. Спасибо вам за звонок. Поверьте, как только эфир будет закончен, сразу займусь этим вопросом. Трудно сказать, что у человека в голове, когда он такие меры предпринимает, создавая угрозы жизни и здоровья не только себе, но и всем жителям дома. Будем надеяться, что прямая связь работает. Решение рассмотрения суда 10 апреля, если не память, не изменяет. К сожалению, вот суд назначил не в самые короткие сроки рассмотрение этого дела, что меня лично удивляет, поскольку я думаю, что и судебные инстанции должны чувствовать. Почувствовать свою ответственность за жизнь и здоровье людей. Но до 10 апреля, надеюсь, решение судебное будет принято. И вы начали свой вопрос, кто будет отвечать. Я уверен, что этот горе-предприниматель будет отвечать за содеянное. Конечно же, иск прокуратуры, который подан, предусматривает приведение в первоначальное состояние и компенсационные меры. Поверьте, эта ситуация будет доведена до конца. Тут дело принципа. Иначе нам вот такие люди, по-мягче сказать, странные, все дома в городе порушат. Ну, вернемся. Никакого разрешения, естественно, на проведение таких работ не было. Ну, понятно, раз судебное дело, понятно. Давайте затронем вот какую тему. Вы ее упомянули в самом начале. И мне кажется, на ней поподробнее надо остановиться. По поводу предстоящего месячника по благоустройству. Все-таки погода подводит. Сроки сдвигаться будут, не будут. Готовы ли организации выводить своих людей? Будут ли люди обеспечены инвентарем? Потому что выйти на улицу, извините, постоять, две веточки убрать, это не уборка. Ну, традиционный месячник по благоустройству, наведение порядка в городе проводится в апреле месяце. Соответствующее постановление я подписал, естественно, и в этом году. С 1 апреля месячник начинаем. Но, к сожалению, понятно, что погодные условия не позволят нам масштабно приступить к реализации намеченных планов, уже начиная с 1 апреля. Сегодня мы этот вопрос рассматривали на коллегии. Я задал вопрос руководителю отраслевого департамента, главам районов. Мы решили, что все-таки не будем сейчас корректировать сроки. С 1 апреля месячник стартует. И могу сказать, что очень много планов у нас по наведению порядка. И будет определенное новшество, например, горячая линия, куда человек может позвонить, сказать, что он хочет выйти поработать. И ему будет предоставлен инвентарь, посадочный материал деревья. То есть будет создана специальная горячая линия. Эти деревья в этом году сарать будут по желанию жителей, уже не те, которые централизованы. Не только по желанию жителей, но, конечно же, с консультацией специалиста. Потому что в разных территориях города, исходя из ситуации антропогенной нагрузки, почв, не все деревья будут предоставляться. Но в том числе мы будем предоставлять и, например, плодовые деревья. Это будет такой фишкой, наверное, этого года. Хотя не везде они приживаются. И здесь надо учитывать особенности той или иной территории. Тем не менее, закончу, что месячник стартует с 1 апреля. По мере того, как все-таки весна будет вступать в свои права, мы будем принимать решение. Скорее всего, мы его просто продлим, если не уложимся в срок апрельского месяца. Но, конечно, к 9 мая, я думаю, у всех есть желание уж точно город привести в порядок. Уверен, справимся. Надеюсь, и погода будет все-таки нам способствовать. А понятно, во сколько это обходится городу вообще каждому? Ну, в этом году 50 миллионов выделено. Это больше, чем в предыдущие годы. Но могу сказать, что и объем работ, он больше в этом году предусматривается. Очень рассчитываем на активное участие горожан, производственных, промышленных предприятий, частных компаний. Вместе мы, конечно же, можем сделать больше. Надеюсь, так и произойдет. Вот хорошо, уберемся. Все будет прекрасно, надеюсь. И вдруг через несколько дней мы опять увидим ту же самую картину, которую мы наблюдаем постоянно. Это творчество наших уважаемых или малоуважаемых уличных художников, так сказать, граффити. Появилась информация, что будет использоваться некое антивандальное покрытие. Ну, это один из механизмов защиты от нанесения надписей на фасады. Там, знаете, я очень глубоко погружался. Вот те, которые художники, то, в общем, к ним особых претензий нет. Но там есть еще теггинг, бомбинг. То есть это те, кто специально просто уродует здание, в том числе здание, которые являются знакомыми для нашего города, памятниками федерального значения. Ну, есть, к сожалению, люди вот с такой извращенной психикой. Одного такого мы установили. Он там писал надписи по всему городу. Я уже рассказывал об этом. Он отказался, сказал, это не я. Но, тем не менее, больше он этим не будет заниматься. Я надеюсь, там, взрослые члены семьи его там на место поставили. Собственно, точно знаю. Итак, мы действительно будем в этом году, собственно, разрабатывается комплексная программа защиты фасадов. Мы будем штрафовать, ловить и наказывать вместе с правоохранительными органами. Эта работа уже ведется. Мы будем предоставлять места, и сегодня в каждом районе уже есть список поверхностей, где мы предоставим людям, творческим людям, именно художникам граффити, места, где они смогут реализовать свои таланты. Это нормально. Но там, где этого не положено, мы будем это жестко пресекать. В том числе, мы впервые в этом году проведем эксперимент по нанесению специальных покрытий на фасады зданий, которые препятствуют нанесению граффити, либо облегчают процесс их удаления. Это полимерная пленка. Самые любимые, видимо, имя места. 21 здание уже подобрано. Я хочу отдельно поблагодарить управляющей компании ТСЖ, которые откликнулись на нашу инициативу, и которые за свой счет это будут делать. Но в дальнейшем я могу сказать, что мы будем оказывать помощь, по всей видимости, из городского бюджета, конечно же, понимая, что вот эти виды работ являются дополнительной нагрузкой, ложатся на плечи горожан, жителей дома, и, конечно, мы будем оказывать помощь. Но я очень хочу попросить всех жителей быть бдительными и тоже принимать участие в пресечении этих правонарушений. Вызывать полицию. Чтобы полу звонить. Да, вызывать полицию. Ну, где-то просто там достаточно выглянуть в окно и сказать, что ты делаешь, да. Где-то, может быть, снять на мобильный телефон у нас это работает, сфотографировать правонарушителя. Мы вместе можем положить этому конец. И наши усилия здесь не будут излишними. Еще раз подчеркну, комплексная программа разрабатана, проект ее уже есть, мы ее примем в этом году по очистке от граффити и по защите фасадов. Кстати, хочу поблагодарить отдельно несколько инициативных молодежных групп, которые добровольно сейчас, не прибегая к помощи администрации, даже не обращаясь к нам, вот совсем недавно я об этом узнал из интернета, сами ходят и очищают от граффити дома. Ребят, спасибо вам большое. Мы обязательно увидимся. Я вас точно разыщу и скоординируем свои планы на будущее. Надеюсь, таких молодых людей станет все больше и больше. Еще один звонок у нас. Добрый вечер, мы вас слушаем. Представьте, пожалуйста, сразу. Здравствуйте, меня зовут Василий. Я проживаю по улице Гагарина, дом 141А. Это пересечение между Советской Армией и Гагариной. У нас такая проблема, что на территории больницы сделали стоянку. Потом она передавалась из частных рук в какие-то частные руки, но также это территория больницы. То есть двора нет такового никакого, и для больных там нет никакого места. То есть стоянка существует, и детской площадки даже невозможно. Не знаю, бог с ним, даже куда машину свою поставить нельзя, это ладно. Но просто стоянка, она есть фактически. Я понял. И людям жизни нет. Спасибо. Спасибо за звонок. Я могу сказать, что совсем недавно уже было обращение ко мне по этому вопросу. Я руководитель департамента здравоохранения дал указание разобраться с этой ситуацией. Но, правда, еще не наступил срок доклада и реализации мероприятий по устранению этого нарушения. Либо доклада, почему это так происходит. Значит, завтра мы эту ситуацию выясним. Я уверен, что Владимир Владимирович Горячев уже необходимые исследования, так сказать, вопрос провел, и меры будут приняты. Записал. Спасибо. Спасибо. Кстати, Дмитрий Игоревич, вы обратили внимание, что у нас обновление в студии произошло. Вы здесь у нас бывали регулярно. Заметные изменения? Да, заметные изменения. И, знаете, мне кажется, это даже на качестве новостей стало сказываться. Потому что, ну, конечно же, телекомпания всегда отличалась высочайшим профессионализмом. Но у меня создается впечатление, что вот в новых условиях, а технологические новшества дизайнерские налицо, но, мне кажется, и ведущим стало комфортнее работать, и как-то увереннее, и талантливее все это происходит. Вот Вероника нас радовала новостями. И новости какие-то все позитивные. Чувствуется, что это сказывается и на настроении коллектива. Уверен, это передается и всем телезрителям, и жителям нашего города. Изменения очень серьезные. На уровне, по-моему, высших стандартов. Потому что, вы знаете, мне приходится бывать и на федеральных каналах. И не везде такое увидишь. По-моему, здорово. Вы настоящие молодцы. Спасибо большое. Спасибо за спасибо, Дмитрий Игоревич. Сейчас мы на этом заканчиваем. В эфире информ-канала «Самара» обзор новостей экономики, который представит Анна Архипова. И завтра в этой студии ждем заместителя министра связи России Олега Духовницкого. Также будем обсуждать детали нового федерального закона о партиях. Начало эфира в 19.00. А сейчас новости экономики. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова